Привет всем Звёздным Войнам Галактики, вы на канале Павла Ларина, а сегодня я бы хотел рассказать вам одну относительно небольшую, но оттого ещё более интересную и очень забавную историю, произошедшую с двумя знаменитыми персонажами Звёздных Войн. Губернатором Таркеном, зловещим Гранд Моффом, изобретшим ужасную военную доктрину, построенную на уничтожении целых планет, и Адмиралом Акбаром, защитником народа Мон Каламари и бойцом за свободу в составе Альянса Повстанцев, а затем и Новой Республики. Но что же у этих, казалось бы, совершенно разных персонажей общего? Как оказалось, у них во многом, самым тесным образом переплетается судьба, ведь Акбар, как ни странно, долгое время был адъютантом у Таркена. Кстати, на данный момент я также планирую рассказать о полной истории жизни Адмирала Акбара, так что не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать эту идею. Я думаю, вам будет очень интересно побольше узнать о его прошлом, о том, как он попал на службу Таркену и что он делал после смерти вышеупомянутого Гранд Моффа, а также многое другое. Впрочем, сегодня мы не будем углубляться в историю Акбара в целом, а сконцентрируемся на одной детали, которая показалась мне очень смешной. Как известно, во времена событий сериала «Звёздные войны», «Войны клонов», а также во время действия третьего эпизода «Мести ситов», в который Энакин Скайуокер превратился в Дарта Вейдера, Акбар был большим патриотом сперва Галактической Республики, а затем и Галактической Империи. Впрочем, его патриотизм несколько угас, когда Империя оккупировала его родную планету, Дак, также известную как Мон Каламари и фактически превратила его народ в рабов. Акбар сразу же начал организовывать против Империи сопротивление, но его начинания не увенчались успехом и он был арестован. И, насколько я понял, обещал исправиться, поступив на службу Империи переводчиком с языка Мон Каламари. Имперский офицер, к которому был представлен Акбар, понял, что этот инопланетянин не лыком шит и потому он предложил вышестоящему начальнику, Таркину, взять Акбара себе в помощники, что тот с радостью и сделал, правда по сути превращая Мон Каламарца в своего раба. То ли помня о былом патриотизме и любви к Империи будущего Адмирала Акбара, то ли просто не найдя себе достаточно разумного собеседника, Таркин время от времени обсуждал со своим слугой-адъютантом различные военные планы, в том числе и военные планы высокого уровня, а также иногда даже посвящал, так сказать, своего рыбоголового друга в государственные тайны, порой делясь такой информацией, которой не могли иметь доступа даже многие генералы. Всё это время, естественно, секретарь Акбар сохранял полнейшее внешнее спокойствие и, подобно Штирлицу, выдавал себя за настоящего патриота, при этом с каждым днём собирая невероятно ценные разведданные о повстанческой деятельности. До этого момента повстанцы представляли из себя лишь разрозненную цепь воинствующих ячеек, большинство из которых даже не знали о том, что на других планетах огромной галактики тоже зарождается зерно Восстания. Эта информация позволила в будущем Акбару рассказать Бэлу Аргане и другим лидерам Альянса Повстанцев о том, какие из имперских миров больше всего недовольны политикой Императора и хотят участвовать в войне на стороне Восстания. А, ну и конечно же не будем забывать о том, что постоянно находясь вблизи с Таркином и сопровождая его в деловых поездках, Акбар был одним из первых повстанцев, кто узнал о строительстве Звезды Смерти. Естественно, бесконечно это притворство продолжаться не могло и в конце концов Акбар дезертировал из Империи, впоследствии становясь тем, кем мы его и знаем по сей день, знаменитым «It's a trap» адмиралом Акбаром. Ох, и как же, наверное, Таркин был зол, когда узнал, что Акбар перешёл на сторону его врагов. Впрочем, наверное, если бы он был жив, он бы через несколько лет бы очень возрадовался, когда Акбара арестовали власти Новой Республики по обвинению в государственной измене. Впрочем, это история совсем другой эпохи. Так что не забудь поддержать видео лайком и комментарием, а также помоги приблизить видео об истории Адмирала Акбара в целом. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok